Решон и его семья переезжали из большого города в небольшой дом на склоне горы в Индии. У Решона было много игрушек, и его мама и папа решили поговорить с ним о том, чтобы отдать часть из них. «Разве тебе нужны все эти игрушки?» – спросил его отец. «Думаю, ты будешь очень занят, и времени для игр будет меньше». Его мама рассказала ему о детях, живущих в деревне возле их нового дома. «Детишки в деревне живут очень бедно, и у них нет таких хороших игрушек, как у тебя», – сказала она. «Почему бы тебе не отдать им свои игрушки?» Решон был послушным мальчикам и был не против отдать свои большие игрушки. Он раздал их мальчикам и девочкам в деревне. Они были очень рады получить подарки. У них никогда раньше не было таких хороших игрушек. Решон был счастлив видеть, как они радуются. Ему было так приятно сделать что-то доброе для других. Шли дни, и Решон увидел, что его мама и папа были правы. Он был очень занят. Он учился дома. Мама обучала его английскому, хинди и другим языкам. А отец учил его математике и естественным наукам. Когда Решон не учился, он работал в семейном саду, сажая, пропалывая и собирая кукурузу, картофель и другие культуры. Каждый день он учил на память три стиха из Библии. Через несколько месяцев он мог читать наизусть многие главы, включая 22-й Псалом и Евреям 11-ю главу. У Решона порой не хватало времени даже на то, чтобы поиграть со своими оставшимися игрушками. Поэтому он решил отдать еще одну часть из них деревенским детям. Дети, особенно малыши, быстро подружились с Решоном. Сначала он им понравился, потому что он подарил им свои игрушки, но потом они узнали его получше и увидели, что он добрый и вежливый мальчик. Они любили приходить к Решону в его дом на склоне горы. Решон любил играть с детьми. Иногда они играли с его старыми игрушками, но большую часть времени они играли с церковью. Дело в том, что дети не были христианами, и их родители не были христианами. Они ничего не знали о Боге, создавшем мир, или об Иисусе, умершем за грехи людей. Они ничего не знали о молитвах к Богу. Но, играя в церковь, Решон рассказывал детям об Иисусе. Они сидели прямо на земле, пока Решон рассказывал им истории об Адаме и Еве, Ноевом Ковчеге, Давиде и Голиафе, и Данииле в Львином Рве. Он рассказал им об Иисусе, который умер на кресте, чтобы дать жизнь вечную всем, кто верит в Него. Он предложил им помолиться Иисусу и показал им, как это сделать. «Дорогой Боже», — сказал он, — «спасибо за то, что Ты наш лучший друг. Пожалуйста, подари нам сердце полное любви к Тебе и другим людям. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Другие дети начали копировать молитвы Решона. Они рассказали своим родителям библейские истории, после чего даже некоторые из родителей попросили родителей Решона больше рассказать им об Иисусе. Теперь у Решона не так много времени на то, чтобы поиграть с оставшимися игрушками. Он слишком занят миссионерским служением для Иисуса.